Уму непостижимо. Как такое может происходить? Они знают, что дети, женщины и невинные люди умирают. Они в курсе этого. Те люди, которые нажимали кнопки этих бомб, они это знают. Неужели у вас нет сердца? Как вы могли сбросить эту бомбу? Мы просто не можем понять, правда? Почему мы не можем понять? Потому что мы думаем, что у них есть совесть, как у нас с вами. Вот почему мы не можем понять. Я уверен, что вы все видели бомбы, сброшенные на те палатки в Рафахе. Вероятнее всего, вы не смогли досмотреть эти видео. Повсюду огонь, произошла резня, люди держат в руках тела своих погибших детей. Это ужасная, кошмарная сцена. Мы здесь не можем даже смотреть видео, а люди там переживают эти ужасающие моменты. Среди всех людей, которые смотрят эти видео, труднее всего приходится палестинцам, у которых там родственники. Они смотрят видео и спрашивают, есть ли среди этих горящих тел кто-то, кого знаю я. Они смотрят на лица и пытаются узнать своих близких, молятся. Иншаллах, там нет никого, кого я знаю. Они смотрят эти сцены с этими чувствами, но не грустите, не бойтесь, не падайте духом, потому что организация Исламского сотрудничества осудила то, что произошло во время вчерашней атаки на Рафах. Не расстраивайтесь. Почему вы расстраиваетесь? Смотрите, это было осуждено. Теперь все эти проблемы будут решены. Мы очень опечалены случившимся, но что нас расстраивает еще больше, так это молчание этих многих продажных лидеров Ближнего Востока. Молчание огромной части мира. Это делает нас еще более грустными. Международный суд справедливости говорит, прекратите атаки. Решения суда ясны. Но там есть избалованный ребенок. Он не останавливается. Снова и снова атакует, как дикое животное. Если бы все лидеры Ближнего Востока вместе сказали, мы останавливаем передачу нефти, мы вводим эмбарго, то есть все страны вокруг Израиля в воздушном пространстве и во всем остальном, если бы они ввели эмбарго, даже весь мир присоединился бы к этому усилию. Если бы они сказали, хватит, прекратите убивать детей и женщин, невинные люди умирают. Если этот избалованный ребенок продолжит говорить, я не остановлюсь, я не остановлюсь. И если бы они ответили, хорошо, мы вводим эмбарго против вас, как и весь мир, знаете бы, что произошло тогда? Смотрите, даже не за три дня, а может быть за один день вы бы увидели прекращение огня. Вы бы увидели, как палестинские дети начинают играть в парке. Вы бы увидели те дни. Вам бы довелось увидеть дни без боли и печали. Смотрите, всего лишь мы введем эмбарго. Никакой войны, никаких ракет, никаких других санкций, только эмбарго. И за один день они бы стали вести себя как люди, но этого не происходит. Почему? Потому что плох не только Израиль. Есть продажные лидеры, другие планы, другие выгоды. Вот почему нет единства. Более или менее, вы знаете, что произошло. Израиль хотел, чтобы палестинцы переместились с севера на юг, и они это сделали. Они перемещались 7-8 раз и, наконец, остановились в лагере, в Рафахе, в районе, где Израиль сказал им оставаться. Пока люди спали, их палатки превратились в место пожара. Говорят, что в район попало 8 ракет, и это ужасное зрелище. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это может вас расстроить. 45 наших палестинских братьев и сестер стали мучениками, число раненых увеличивается, и число погибших тоже постоянно растет. Как странно, не так ли? Они говорят, идите на юг, идите на юг, это безопасная зона. Хорошо, они пошли в безопасную зону, и там вы начинаете бомбить гражданские лица, невинных людей. Точно так же, как Гитлер направлял людей в определенное место и совершал там геноцид. Правда? Это очень похоже. Как собрать людей в газовых камерах? Вы собираете людей в определенном месте, говорите, что это безопасная зона. Международное сообщество тоже говорит, что здесь безопасно. Затем, в месте, которое вы назвали безопасной зоной, где собрались эти невинные люди, вы начинаете их убивать. Что случилось? Ракеты попали по ошибке? Восемь ракет. Все они были запущены по ошибке? Такая страна, как Израиль, с передовыми технологиями. Страна, способная бомбить с высокой точностью. Неужели они сделали это по ошибке? Нет. Сначала они объясняли это, как Израиль защищает себя. Но сейчас резня возросла настолько, что начала превращаться в геноцид, и уже нельзя так объяснить. Посмотрите на цифры. 15 239 детей погибли. 10 093 женщины погибли. В общей сложности 35 984 человека стали мучениками. Есть 80 643 раненых. И бесчисленные невообразимые травмы. Те, кто не умер, на самом деле тоже умерли. Я говорю, невообразимые травмы. Почему? Потому что все, кого ты знаешь, погибли. Сможешь ли ты жить с этой травмой? Можешь ли ты быть счастлив после всего этого? Я наткнулся на видео с ребенком. Давайте посмотрим его вместе. Иншаллах. Вся его семья ушла в рай. Посмотрите, во что превратился ребенок. Это нечто, к чему нельзя относиться легкомысленно. Ребенок говорит без всякого выражения на лице. В этот момент его эмоции полностью отключились. Сейчас ребенок жив? Он выживает? Все ли с ним в порядке? Крик угнетенных прозвучит так громко. Думают ли некоторые мусульмане, которые имеют власть, но ничего не сделали, чтобы остановить это? Мы молились, мы постились, и вот он рай для нас. Наша религия не такая. Вы когда-нибудь изучали жизнь нашего пророка? Мир ему и благословение Аллаха. Посмотрите, каким сострадательным был наш пророк. Мир ему и благословение. При жизни. Он посещал дом ребенка, у которого умерла птица, чтобы выразить соболезнование. Наша религия не только о молитве и посте. Да, это обязательно и важные практики, но нельзя просто сказать, я молился и постился, хорошо. Я буду делать, что захочу, и угнетать людей. Так нельзя. На Ближнем Востоке есть так много людей, так много лидеров, так много влиятельных людей. Даже Гвардиола отказывается пожимать руку израильтянину, выражает свою реакцию и делает заявление. Ну, думают ли эти люди так? Мы потеряем свое положение, давайте не будем подвергать себя опасности. Брат, ты уже мертв. Что изменилось бы, если Израиль покусился бы на твою жизнь или убил? Какая разница? Ты уже мертв. К примеру, на улицах животные. Вы видите собак, вы видите кошек. Они гораздо ценнее, чем вы. Вы мертвы, ниже уровня животных. Изобретен новый уровень, и вы уже на этом уровне. Какая разница, живы вы или нет? Спустя годы, когда ваши внуки спросят вас, что вы делали в те времена, дедушка? Был геноцид, что-то под названием палестинский геноцид. Больницы бомбили. Тысячи детей погибли. Что вы делали в то время? Принимали ли вы активное участие, чтобы остановить это? Скажете ли вы «да»? Или скажете «Я мог остановить этот геноцид и написать что-то об этом? Я мог занять позицию, но не сделал этого. Я боялся. Я испугался, как трус. Я боялся потерять свое положение или свои финансовые выгоды». Или возьмем другую группу людей, тех, кто молчал в этой ситуации. Да, у них нет власти, но люди должны показывать, какую сторону они занимают, верно? Среди знаменитостей тоже много молчащих. Я имею в виду, у вас есть аудитория, есть поклонники, потому что мы верим, что этот вопрос будет решен именно так, путем создания серьезного общественного давления, верно? Посмотрите, насколько сильнее общественное мнение сейчас по сравнению с тем, что было гораздо сильнее, чем 7 октября. Когда было сформировано более сильное общественное мнение, лидеры, управляющие Америкой, начали отступать. Сейчас они говорят такие вещи. «Мы предупреждаем Израиль. Если вы продолжите так, мы не будем предоставлять вам бомбы». Они говорят это. Почему? Чтобы не проиграть выборы. Всех этих лидеров волнуют только их выгоды, деньги и голоса. Американцы говорят «Мы не будем голосовать за вас, потому что нашими налогами вы поддерживаете Израиль и убиваете палестинцев. Вы пачкаете наши руки кровью. Налогами, которые вы собираете с нас, вы бомбите людей и детей». Когда они сказали все это, видели ли вы, как лидеры начали отступать? Итак, по крайней мере, что мы можем сделать, это создать общественное мнение, создать серьезное давление. Но как грустно и жалко, когда люди с такой большой аудиторией, те, кто так чувствительны, что пишут твиты, когда умирает собака. Пишут твиты, когда умирает кошка и выражают озабоченность. Ничего не говорят, когда в Палестине умирают тысячи детей. Разве эти вещи не будут спрашиваться на том свете? Разве мы будем нести ответственность только за нашу молитву и пост? На том свете будут судить не только Нетаньяху, не только угнетателей. Будут судить и тех, кто согласен на угнетение. Дело не только в адабате. Если вы думаете так, вы совершенно неправильно поняли этот вопрос, эту религию. Есть также группа людей, которые говорят, что эти вопросы их не касаются. Я видел такие опросы, спрашивающие, что вы думаете о том, что происходит в Израиле? Что вы думаете о том, что происходит в Палестине? Есть люди, которые говорят, этот вопрос меня не касается, мне все равно. Есть те, кто говорит, я нейтрален по этому вопросу. Кстати, количество людей, поддерживающих Израиль, сильно уменьшилось, потому что угнетение стало чрезвычайно большим и ужасным. После всего увиденного, как вы можете оставаться нейтральным? Как вам может быть все равно? Имеет ли значение религия ребенка для вас? Смотрите, один ребенок там умер, пять детей погибли, 10 детей умерли, тысячи детей погибли, 15 тысяч детей потеряли жизнь. Вам все равно? Когда они вырастают и становятся мусульманами, носят хамисы или хиджабы? Возможно, вы не любите их, вы ненавидите их. Хорошо, не поддерживайте этих людей. Ладно, вы можете быть атеистом, вы можете быть агностиком, вы можете быть мусульманином. Какой бы ни была ваша религия, если как человека смерть детей не беспокоит вашу совесть. Вы, возможно, не осознаете это, но вы гнилой внутри. Вы стали рабом своего комфорта и выгоды. Если что-то не приносит вам пользы, вы не скажете ни слова. Я также понимаю, что в начале, когда произошли события 7 октября, это преподносилось так. Все связано с Хамас. Это монстры. У Израиля есть право на самооборону, и так далее, и тому подобное. Это было преподнесено таким образом, что невозможно было понять вопрос сразу. Кто-то мог подумать, что раз я не сказал ничего тогда, то и сейчас ничего не скажу. Но теперь вопрос очень ясен. Поэтому нам нужно оставить все наши предубеждения позади и серьезно объединиться по этому вопросу и создать общественное мнение. Если вы хотите сказать своим внукам, я выбрал правильную сторону, то сейчас происходит геноцид. Выберите свою сторону, брат. Выберите свою сторону, сестра. Здесь я хочу особенно обратиться к моим братьям и сестрам в человечестве, которые являются гражданами Америки. Понимаете ли вы, что без вашей поддержки Израиль не может убивать этих детей, этих невинных палестинцев? То есть вы делаете покупку, которая включает налог, и правительство Америки берет эти налоговые деньги и говорит, мы поддерживаем Израиль. Цифры говорят сами за себя. Они дают миллиарды долларов, не просто небольшие оказания помощи. Если Америка выступит против, этот геноцид закончится. Да, ваши намерения могут быть хорошими. Вы можете не желать, чтобы такое происходило, но в конечном итоге без ваших налогов этого бы не было. Почему я произношу эту речь? Вы уже должны чувствовать себя виноватыми внутри. Да, вы можете думать. Мои намерения чисты, у меня нет плохих намерений. Что я могу сделать? Создайте общественное мнение. Скажите, мы не поддерживаем этот геноцид. Пишите. Делитесь. Рассказывайте людям вокруг вас. Голосуйте соответственно, когда придет время выборов. Это то, что вы можете сделать. Мы спросили шейха Амара Сулеймана, который живет в США. Он палестинец. Его налоги также используются для этого. Мы сказали, как вы чувствуете себя, зная, что этот геноцид совершается за счет ваших налоговых долларов? Он сказал, я чувствую себя виноватым. Да, его намерения неплохие, конечно, но в конечном итоге эти деньги идут туда. Посмотрите на эти цифры. 15 239 детей погибло. Это только число погибших в недавних событиях после 7 октября. Я даже не говорю о преследованиях, которые продолжаются годами. Всего 35 тысяч человек. Целый стадион людей ушли под землю за последние 8 месяцев из-за этих угнетателей. Представьте себе противоположное. Что-то произошло 7 октября. Затем Израиль поднял шумиху и привлек к себе мировое общественное мнение. Они придумали вещи вроде «наши дети были обезглавлены». Женщин изнасиловали, их груди отрезали. Люди верили им, но доказательств не было. Затем те, кто говорил, что видели это, признали, что «да, мы не видели, чтобы детям отрезали голову на самом деле». Если вы не смотрели видео из Рафаха, не смотрите. Я смотрел немного. Для тех, у кого чувствительное сердце, не слушайте, что я собираюсь сказать. Перемотайте на 15 секунд вперед. Там был мужчина, обнимающий сгоревшего ребенка. Вы можете увидеть кости ребенка, и у ребенка не было головы. Мужчина шел взад и вперед. Он не знал, что он делает. Я видел тело, похожее на уголь, с оторванными руками. Людей, потерявших глаза. Умирающих людей. Теперь представьте противоположный сценарий. Палестина атакует Израиль и убивает 35 тысяч невинных людей. 10 тысяч женщин убиты палестинской стороной. 15 тысяч израильских детей убиты. 15 тысяч израильских детей. Представьте себе такой сценарий. 7 октября они взяли несколько инцидентов и привлекли мировое общественное мнение на свою сторону. Теперь представьте противоположное. Вы слышали, что произошло? Израильского ребенка обезглавили. Они сожгли это место. Вы слышали, что Палестина бомбила израильские больницы? Они сказали израильтянам идти на юг и вынудили 2 миллиона людей покинуть свои дома. Все израильтяне пошли на юг, а затем они начали бомбить их палатки ракетами. Если бы такое произошло, каким было бы мировое общественное мнение? Сейчас очень мало поддерживают Палестину. Но в этом воображаемом сценарии, насколько ли мало поддержали бы они Израиль. Или сказали бы, доставайте свои ядерные бомбы и сбрасывайте их все на палестинцев, не проявляйте милосердия. Они бы бомбили, и люди спокойно смотрели бы на эти изображения, без всяких слез. Как это интересно. Есть хадис нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где он говорит, кто из вас увидит зло, пусть изменит его собственноручно. Если он не может сделать этого, то пусть изменит его своим языком. Если же он не может и этого, то своим сердцем. И это самая слабая вера. Давайте займем позицию, покажем свою сторону и сделаем все, что можем. Если вы спросите, что будет с Израилем, будут ли эти люди судимы, я скажу, они обязательно будут судимы. Произойдет ли это в этом мире? Я думаю, да. Но поскольку возраст этих людей сейчас 40-50 лет, через 40-50 лет все они будут под землей. Эти угнетатели, те, кто поддерживал угнетение, и те, кто мог бы предотвратить это, но не сделал. Не волнуйтесь, будьте на 100% уверены, что через 50 лет эти люди будут судимы по справедливости Аллаха. Они будут судимы таким образом, они будут наказаны так, что жестокости, которые они совершали всю свою жизнь, будут ничем по сравнению с наказанием, которое они получат. Так что не волнуйтесь, будьте на 100% уверены, что через 40-50 лет, возможно, через 20 лет эти люди увидят справедливость Аллаха. Права угнетенных будут защищены. Есть 35 тысяч мучеников. Да, нам жаль этих детей, которые погибли, но этот ребенок теперь говорит, я не мог найти еду в мире, я испытывал жажду, как же прекрасно здесь и сейчас в раю. Это то, что говорит нам наша вера в Аллаха, в загробную жизнь и в Коран. Сейчас эти 15239 детей очень счастливы. Да, они очень счастливы. 10 тысяч женщин, 35 тысяч мучеников, их боль закончилась, но те, кто остался, испытывают боль. Поэтому мы должны быть теми, кто исцеляет их, брат, сестра. А какова судьба Израиля? Закончится ли однажды это угнетение? Наш Всевышний дал ответ на эти вопросы между 4 и 8 аятами Суры Алисра. В аятах говорится, что евреи дважды совершали бесчинство на земле и в результате их дважды оккупировали. Их города были разрушены и они были изгнаны. Первый раз это было вавилонянами в 598 году до нашей эры, а второй раз римлянами в 70 году нашей эры. И какое отношение эти события имеют к сегодняшнему дню? Аллах говорит в аяте, обращаясь к сынам Израиля. Быть может, ваш Господь помилует вас, но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Он говорит, что вы испытаете то же самое, что переживали в прошлом. Как вы знаете, угнетение не прекращается, когда оно остается постоянным. Оно прекращается, когда оно увеличивается. Когда оно увеличивается, совести людей обеспокоены. Когда оно увеличивается, люди реагируют точно так, как это происходит сегодня. Формируется общественное мнение, формируется общее сознание. И таким образом заканчивается угнетение. На протяжении истории на земле было много угнетателей, и каждый раз судьба угнетателей была одинаковой. Иншаллах, так будет и в этот раз. Давайте исполним свою роль, покажем свою сторону. Пусть Аллах уничтожит этих угнетателей, иншаллах.